Проверяем Фуллфорда. Фуллфорд утверждает, что Натаньяху виноват в убийстве лауреата Новицкой премии Схот Рабина. Мы это должны сейчас проверить. И поэтому мы сейчас здесь собрались. Вот он, у нас Схот Рабин. Ицхак Рабин. Урят Новицкой премии. Премьер Израиля. Убит 4.11.1995 года. Видите какой день? Сумма 12 дельты минус 2 С24 Р1. Вот таким образом. Убийца. Игаль Амер. Это мы знаем, это убийца. И вот смотрите, день убийства. 5.34. Треугольник Пифагоров. Треугольник. Треугольник. Так. Вот то что. Вот убийца. Поганый убийца. Вот сумма 12 тоже. Дельта минус 4 С1.4. Р1. И вот она убийца. Опять 4.3.5. Треугольник. Четыре совпадения. Ну что Пифагор говорит? Пифагор просто это подтверждает. И дальше мы видим, что вот он Бенджамин. Бенджамин Атаньях. Да? Он рожден в 49-м году. Четыре совпадения. Ну что тут говорить? О чем? О чем мечтает? Все. Пифагору слава. Слава Пифагору. Вот это подтверждение. Я называл Фуфорда. Это он Фуфлорд его называл. Он в некоторых вещах вообще Фуфло гонит. Но в этом случае он оказался прав. Действительно, Атаньяху виноват в убийстве лауреата Нобелевской премии Исхата Рабина. Вот таким образом. Далее. Хауп пропал миллиардер. Он на границе Швейцарии и Италии пропал в 1918 году, однако. В 1918 году. Кто виноват? Сейчас посмотрим. Вот он пропал. Или 7-го, 4-го, 18-го года. Или 8-го, 4-го, 18-го года. И вот его день рождения. Он в 60-м году рожден. Видите? Нету совпадений. 2-1 совпадений. То есть он сам себя не убил. Ясно дело. На самоубийство это дело не тянет. Вот. Дальше совпадение мы видим. А это и говорили об этом, да? Совпадений много. И все, все скремлевские, эти, ну как она называется? Пи-2, да? Рожи Пи-2. Ложи Пи-2. То есть не рожи Пи-2, а ложи Пи-2. Ну, с кем больше всего тут, да? Больше всего почему-то с Байденом. 2-5-6-7, да? То есть получается, что Байден там независимо, ну так же, как и Трамп, он независимо руководит вот этой всей кремлевской администрацией. Ну тут песня-то какая получается? Почему Навального так гнобят? Почему его гнобят? Сейчас мы должны это определить. Во-первых, мы видим, что Байден и Трамп одинаково родны Кремлю, одинаково. Платят им одинаково. Кремль платит им и тем, и тем. Но в чем суть-то? Суть в чем заключается? Ну, основные хозяева Кремля кто? Короли, ну, корона, коронови. Короны это же ихняя родня, правильно? Почему дворцы там все в Англии, в Англии, а не в Вашингтоне? Не в Нью-Йорке, нет, нигде там. И Навальный, что за проект? Проект он чем заключается? Навальный призван был американской вот этой элитой, чтобы завладеть этой российской колонией. Опять как вот они в 17-м году завладели, но Англия перехватила, и это дело перехватило. И сейчас в Англии перехватить, пока Англия, как говорится, еще в суммешнем состоянии, сейчас смена королевы. Вот это непонятная вещь, да? Вот Навальный тут и взник. Он взник почему? Потому что им надо перехватить управление над Россией. Англией, Америки, от Англии. Вот вся песня-то. Чего тут просто? Пифагор все это подтверждает. О чем речь-то? Чего тут вообще-то? О чем речь-то вообще? Чего это фуфорды эти? Ну иногда неправильно говорят фуфорды. Но примитивно все, все примитивно. Россия является колонией Англии. И это все понятно. Она является колонией с 90, даже не с 90, она с Андроповой является. Потому что Андропов, агент БИС-6, правильно? Но Америка хочет перехватить, правильно? Потому что сейчас Англия слабла. А Америка набирает обороты. Почему? Потому что ей помогает Китай. И они вместе с Китаем тут начинают гнобить вот эту мировую общественность. Америка вместе с Китаем против Англии. Вот в чем вопрос-то. Поэтому возник Навальный. Поэтому такой герой и есть у нас. Понятно? Вот так вот. И не надо вот этих пропагандонов слушать. Какие-то там вот эти, ну, эти, Николаеры там, старухи, это Старикова, Николаеры, Лаеры, они пропагандоны. Ну что они там могут? Они ничего не соображают. У них нету соображений. А тут предельно все ясно. Предельно. Навальный это агент США. И США хочет перехватить инициативу Англии. Захватить вот эту колонию, которая называется Россией, которая уже никому не нужна. Потому что Англия с ней не справляется. Она не справляется. Вот в чем дело-то. Вся песня в этом. Поэтому Навальный. И вот сейчас и посмотрим, кто там перевезет. Или Англия, которая вот гнобит Навального. Или США, которая хочет Навального освободить. Вот мы сейчас посмотрим. А это все Израили. И это вся такая мелкота. Это хаббат. Это такой... Ну, это вошь на гребешке. Вот это... Мы его раздуваем. Хаббат. Протокол Северного мудрецов. Ну, это такая... Это грязь. Ну, это... Это какая-то грязь, которую даже не стоит даже обращать внимание. Здесь более крупнее игра идет, игра идет. Очень крупная. Ну, она такая, которая нам прозрастина совершенно в связи с Навальным. То есть Навальный и это... Америка перехватывает колонию, Россию, как колонию у Англии. Вот это Навальный. Это и есть проект. Всего доброго. До новых встреч. Слава Пифагору. Ну, что еще можно сказать? Больше ничего не сказать. Ну, про Крепсу мы, конечно, сказали. Хауп. Хауп, да? Карл Хауп. Миллиардер. Ну, знаменитый. Там много миллиардов. Он пропал в 18-м году. Ну, тут совпадение с кем. Ну, я даже не буду повторять вот этих вот английских прихватей, у которых дворцы в Англии. Правильно? Хауп не понравился вот этим ребятам, которые обслуживают английскую коронию. И вот это МИ-6. Поэтому вот этот, считай, Хауп был в МИ-6 уничтожен. В МИ-6. Все. Вопрос закрыт. Всего доброго. Слава Пифагору. Продолжение следует... Продолжение следует...